Мошки липнут на лобовое стекло, на фары, на бампер. Липучки с деревьев падают на крышу каждый день. Почки тополя – это и есть те самые липучки, что начинают атаковать беззащитные авто с весны. Они оставляют на кузове желто-зеленые пятна, от которых даже полировка не помогает, говорит автоледи Юлия. Перепробовав все средства, решила просто предупреждать появление загрязнений. Ставить машину под открытым небом, не под деревьями, не под какими-то кустами лучше, чтобы ни насекомые, ни липучки от деревьев не попадали на кузов. Справиться же с мастикой, что тает в жару и прилипает к колесам и даже к кузову не так-то просто. Юлия знает, некоторые автолюбители пытаются избавиться от налившей массы самостоятельно, используя бензин. Но специалисты предупреждают, нефтяные абсорбенты могут изменить цвет краски, потому советуют обращаться с такими загрязнениями на автомойку и как можно быстрее. Если это достаточно засохший фрагмент, который присох у вас на колесе, и вы не вовремя обратились за помощью к профессионалам и специалистам, этот процесс может занять несколько часов. Если обратиться к профессионалам сразу после того, как вляпались, мастер потратит на очистку минимум времени и ваших денег – от 200 рублей. Что касается тополиных почек или мошек, здесь вообще все просто – все пятна уходят после стандартной профессиональной мойки. А если на авто вы вообще не экономите, можно приобрести для своего стального друга нано-косметику. Она, конечно, дороже, зато средства хватит на продолжительное время. Анжелика Павлова, Михаил Величкин. Программа «Город».